В коллекции 8-летней Миланы Володиной десятки рисунков на разные темы. Особое место занимает тема войны. Великая Отечественная, рассказывает юная художница, и ее семью не обошла стороной. Ушел на фронт и без вести пропал прадед Миланы. Такая страшная война, так называется, одна из работ девочки на военную тематику. Одним рисунком, говорит художница, она попыталась передать все ужасы тех событий. Войны не жалели своих жизней и спасали Родину. У меня появилась идея, потому что мне хотелось передать то, что делали воины. У меня папа просто офицер, и он защищает Родину, поэтому мне так захотелось. Рисунок Миланы вошел в число лучших, которые составили выставку, посвященную 70-летию победы в Великой Отечественной. В экспозиции представлено 40 рисунков. Все они отличаются манерой, письма и техникой. Это и акварель, и гуашь, и гелевая ручка. Но все без исключения работы объединяет бережное отношение юных художников к истории своей страны. Еще тогда нас не было на свете. Так называется выставка – это взгляд детей на войну. Авторы работ – художники от 7 до 17 лет. Многие лауреаты международных конкурсов. Войну они рисовали, опираясь на воспоминания участников тех страшных событий. Их картины – это размышления о героизме и самопожертвовании. Их душевный отклик на страдания, причиненные войной, и на радость, принесенную победой. Десять лет назад, на 60-летний юбилей Победы, мы уже делали подобное мероприятие. Но тогда мы сделали его в стенах нашего центра. Многие работы пронизаны очень глубоким драматизмом. И это отрадно, потому что раз наше поколение так глубоко чувствует, значит, это то поколение, на которое можно опереться. Тех, кто ковал Победу, пригласили на торжественное открытие выставки. В подарок ветеранам цветы, как маленький знак благодарности за большую победу. А еще танцы и песни о войне. Выставка в Адлерском кинотеатре «Комсомолец» будет работать до 15 мая. А в честь ее открытия всех участников пригласили в кино. Ребята посмотрели фильм «Я хортица». Это реальная история о подвиге во время великой отечественной отряда «Юные чапаевцы». Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания «ФКТ». Ольга Десятого, Демидь Даниловский, телекомпания «ФК Т».